что ребята всем привет вы на канале opel story меня зовут егор знаю знаю давненько не было видео как-то в последнее время просто я очень сильно занят у меня было тут период я работал на двух работах они немножко так накладывались и у меня еле-еле хватало хватало времени на сон потому что у меня было две работы и еще еще есть одно занятие но о нем о нем будет позже о нем будет позже много пока пока его не закончил об этом пока не говорю вот сейчас я тоже собственно возвращаюсь с работы это у нас тут вратславские предместия скажем так посмотрите на природу время сейчас девять часов вечера вот еще солнышко не зашло уже довольно низко так за горизонтом я каждый день сейчас встречаю рассвет и через день я еще и закат провожаю встречая не знаю вот значит сегодняшнее видео будет о сегодняшнем главном событии сегодня 11 июня у нас и украина получила долгожданный безвиз петр алексеевич порошенко обещал 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 и мы его наконец-то получили но говорится обещал 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 обещанную три года чтобы мать безвизовый режим уявить сомби 1 сичья 2015 рога с 1 сичья 2015 рого вы без будь-якой визы можете по паспорту все украинцы мают право без визового подорожування краинами Европейского Союза. Чтобы с 1 сечня 2015 года Украинские граждане были возможность безвизово подорожить Европу. Почти три года и прошло. Сразу скажу, кто будет писать всякую херню в комментариях. Извините за такое слово. Просто задолбали уже там про цены, про еще что-то там, про коммуналку и так далее. Зато безвиз я вас сразу всех забаню. Говорю сразу. Тоталитарный режим. Почему? Потому что я лично считаю, что безвиз это победа для каждого из граждан Украины. Именно для тех, кто считает себя гражданами Украины. Потому что теперь, имея биометрический паспорт, можно абсолютно спокойно перемещаться по Европе. И если не считать, как бы, стран Балтии, если не считать Грузию, которая там чуть раньше, да, получила, то, в принципе, кто там еще, вроде бы, в Молдовы, да, еще что-то такое было подобное, вот, то мы, как бы, мы первые, так скажем, ну, я имею в виду, особенно из вот этой тройки костяка, которая обычно организовывает, не организовывает, а, скажем так, составляет то какую-нибудь империю, то какой-нибудь могучий, нерушимый, который в итоге совсем уж не могучий и очень даже рушимый. Вот. Ну, все это не об этом, я поздравляю всех и каждого с этим, это, это хорошо, это, как бы, это я, я без привлечения хочу сказать, что это одна из побед вообще Украины как государства. Я, честно говоря, никогда не думал, что с такой, с такой бесхарактерной вечно властью, которая у нас есть в Украине, которая только делает то, что он придет под себя, вот, мы когда-нибудь добьемся такого результата. Ну, в общем, это классно. Всем скептикам я вам советую просто молчать, не позорьтесь, потому что сегодня на, на где-то состояние, там, на 15 часов я читал, что порядка 22 тысяч граждан Украины пересекло границы с ЕС. Это не значит только больше. Украина не только с Польшей в ЕС граничит. Украина пересекло больше, более там 22 тысяч граждан Украины, при этом отказали только лишь четырем людям. Это настолько феерический результат, что я просто шокирован, я думал, что, честно, что отказывал будет больше, но, ребята, четырем людям это меньше даже, чем полпроцента. На 22 тысячи человек только четырем отказали, это считать, что все проехали. И это, это, в общем, классно. Это классно, ребята. Например, я вам хочу сказать, что моя мама хотела приехать ко мне в прошлом году. Вот. И ее завернули на моменте самой подачи документов в визовом центре. У нее там все было, брони, билеты, но от нее попросили листок, собственно, на котором будут расписаны все ее там походы по Польше, типа, там, экскурсии и так далее, где она будет кушать, где она будет спать, где она будет мыться, там, ну, такой вот бред, да, потому что есть такой пункт в визовом центре о том, что сотрудники визового центра могут попросить, в принципе, вас абсолютно на свое усмотрение любой документ. Вот, как бы это, хоть и не документ, а лист, написанный от руки, тем не менее, вот так вот попросили. Теперь, в принципе, такая, такая сложность, да, у многих отпадает. Читал, что многие сегодня прошли Ягодин в польскую сторону за 15 минут по безвизу. Ягодин за 15 минут, да, это сказка, это просто очень и очень хороший результат, как говорится, Unreal. Дальше, что я еще хочу, собственно, сказать? я на самом деле пока не могу воспользоваться безвизом, потому что паспорт у меня обычный, не биометрический, вот, но законодательство Украины на данный момент разрешает иметь два паспорта, приехать, ну, я как-нибудь приеду и неспешно оформлю себе все-таки биометрический паспорт, потому что это, ну, это уже, как бы, мы в 21 веке живем, нужно идти в ногу со временем и так далее. И еще один вопрос, который касается безвиза, нет, еще два. Первое, оказывается, да, может, многие уже читали, по безвизу можно будет работать в Польше, правда, всего лишь три месяца, и при условии наличия разрешения на работу, то есть освещения или засволения, я вам оставлю на уже известную, кто смотрел ранее, блог Ирины Мизиной, ссылку, можете почитать, там все подробно расписано, с приведением ответов от стражи граничной и так далее и тому подобное, то есть можно будет работать три месяца, но лично мое мнение, идеально работать три месяца, это для тех, кто хочет, например, пособирать ягоды или там на какие-то сезонные работы, вот в данном случае, я считаю, что это идеально, во всех остальных три месяца это слишком мало, проще оформить обычную национальную визу и как бы и чтобы все получилось лучше на полгода, ну и тем более 90 дней, три месяца это опять же в течение 180 дней, то есть в течение полугода, потом нужно будет выдерживать коридор 180 дней и так далее, вот это это одно и следующее, что я хотел бы сказать я считаю, что ничего коренным образом в принципе не изменится для тех, кто хочет работать в Польше, кто хотел работать в Польше, визу для работы ну там длительную также за самое нужно будет получать, когда там вступят новые правила, вступят ли они в январе 2018 года или не вступят, когда вступят мы и будем о них говорить, сейчас нет смысла о них говорить вообще, вот, и никто, я считаю, в больших объемах люди из Украины не уедут, потому что все, кто хотел, они уехали или уедут и без визы, я имею ввиду и без, без виза, то есть по обычной визе и так далее, ну и все, в принципе, поэтому все там шутки на тему там, кто последний будет уезжать из Борисполя, как бы выключить свет и так далее, это все глупости, по одной простой причине, для того, чтобы ехать по без визу, нужно все-таки иметь с собой документы дополнительные, там, например, в частности, даже показать деньги о том, что у вас есть там какое-то количество, то есть у вас могут это не спросить, а могут и спросить, то есть это такая рулетка и в Польше, по-моему, там первые три дня нужно по 300 злотых, потом, чтобы поменьше показать, ну и все, зависимо от того, типа, на сколько дней вы едете и так далее, ну, кому интересно, уточните эту информацию, я пока так сильно близко с этим не знакомился, вот, и у многих банально просто не будет такого количества денег показать, это мое личное мнение, особенно у тех людей, которые едут на какие-то работы, ну, назовем их так, на простые работы без квалификации, а такие работы простые без квалификации, ну, на хорошую работу вас на три месяца никто не возьмет без визы, просто-напросто на какую-то хорошую, а если, блин, впереди мост Ренчинский, это самый мой любимый мост в родстве, это просто красота, он нереально красивый, я его просто обожаю, для меня большое удовольствие ездить по нему, я всегда на него смотрю, кайфую, вау, это просто класс, это гений инженерной мисли человеческой, я вообще, блин, он мне очень сильно нравится, ладно, вот, и если дело идет о хорошей работе, то только, только просто конченый работодатель, конченый, заставит вас приехать работать по без визы, это мое личное мнение, нормальный работодатель даст вам документ какой-то, чтобы вы приехали по-нормальному, это первый вопрос, и второй вопрос, для тех, кто находится в Польше, я бы хотел, больше слышал панику, я бы хотел вас успокоить, потому что нелегалов, там, типа, кто будет на нелегальной работе в Польше работать, я думаю, не прибавится, потому что нелегально работать в Польше, ехать специально для того, чтобы нелегально работать, будут только умственно отсталые люди, кто хочет, обижайтесь, не обижайтесь, но это так есть, если вы едете нелегалом, если вы рискуете своим всем, надо ехать в страну, где можно заработать просто-напросто больше денег, чтобы риск был оплачиваемый, а если вы едете в Польшу и рискуете, вы в Польше также рискуете, как в Германии, как в Испании, как в Италии, не важно где, вот, и при этом вы будете просто меньше зарабатывать, для этого я и говорю, что в Польшу специально на нелегальную работу поедут просто, просто глупые люди, это мое мнение, я еще раз хочу поздравить всех украинцев с безвизом, оформляйте паспорта, катайтесь по Европе, блин, оформляйте ID-карту новую, которая заменит внутренний паспорт, и уже в Турцию можно ездить, по-моему, это все прекрасные изменения, пришли вот, наконец-то в 2017 году, ну, и я желаю каждому, и не только украинцу, и чтобы было все в жизни с каждым разом лучше и лучше, вот, ну, а я просто рад, что это перемога, а то днезрады просто уже напросто мне лично надоели, и не забываем подписываться на канал, я постараюсь сейчас быть более регулярным, вот, ждите новых видео, дальше будет, будет интересно, в любом случае будет интересно, но я вот сейчас именно постараюсь вернуть регулярность выхода видео, ставим лайки, кому понравилось, и пока, до новых встреч, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok